Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня предлагаю вариант, пожалуй, одной самой быстрой выпечки. Ароматный, нежный, мягкий и сочный медово-яблочный рулет вы можете приготовить очень быстро к чаепитию или даже к праздничному столу. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Соединяю натуральный мед и сливочное масло и отправляю в микроволновку, чтобы очень хорошо нагреть, но не довести до кипения. Добавляю половину чайной ложки соды без горки и очень тщательно размешиваю. Масса должна увеличиться и посветлеть. Пока мед немного остынет, к яйцам добавляю соль, ванильный сахар, корицу, сахар и взбиваю миксером до растворения сахара. Добавляю порциями медовую массу, она у меня еще достаточно горячая, при этом продолжаю непрерывно размешивать миксером. Затем в несколько этапов добавляю муку и все время размешиваю. Друзья, по ссылкам под видео вы можете посмотреть также и другие рецепты не менее вкусных и интересных рулетов. Тесто получается таким, не очень густым. Противень я застелила пергаментом, который смазала растительным маслом и выкладываю тертые на крупной терке яблоки. равномерно их распределяю. Сверху выливаю тесто, разравниваю лопаткой и отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно минут на 20, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому коржу даю постоять минуты две, а тем временем сделаю что-то наподобие крема. Перемешаю сметану и пару столовых ложек сахарной пудры, причем сметана у меня не жирная. Переворачиваю корж на другой кусок пергамента и убираю тот, на котором он выпекался. Смазываю кремом, не доходя до края и сворачиваю рулетом. При сворачивании он немного потрескается, но меня это ничуть не смущает. Получившийся рулет оберну пергаментом и оставлю остывать хотя бы ненадолго. Можно убрать в холодное место. Затем посыпаю сахарной пудрой. Рулет готов. Он хорош как в теплом, так и в остывшем виде, и ему не нужно долго пропитываться. Кстати, крем также совсем не обязателен. Рулетик и так получается очень нежным и сочным. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите другие мои рецепты и подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok